МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В очередной раз пополнили список так называемых иностранных агентов. Некоторых россиян под новогодней елкой ждал подарок, который всегда застают врасплох, даже если подозреваешь, что у тебя есть шанс его заполучить. Последнее обновление списка иноагентов Минюст выкатил 30 декабря, видимо, чтобы с чистой совестью уйти на каникулы. Иноагентами были признаны галерист Марат Гельман, который давно живет в Черногории, сатирик Виктор Шендерович, участницы Пуссера от Надежды Толоконникова и Вероника Никульшина, ярославский общественный деятель и предприниматель Андрей Алексеев, главный редактор издания «Холод» Таисия Бекбулатова и журналисты Елена Владыкина и Иван Беляев, сотрудничающие с «Радио Свобода». Одной из первых на новость откликнулась Толоконникова. Она отказалась ставить маркировку на свои посты и предложила Минюсту маркировать себе задницу. Новое звание ее не удивило. Муж Толоконникова и Петр Верзилов был объявлен иноагентом еще в сентябре. Комментирует ведущая телеканала «Дождь», тоже объявленного иностранным агентом Анна Мангайт. Эти ваши новости достанут из любого самого глубокого отпуска. Подарок к Новому году деятелям культуры. Слишком много разговаривают. И кажется, никто, кроме бывалых участниц «Пусси Райт», не готов. Особенно Марат Гельман. Такое неожиданное признание, требующее активной смены планов. В контексте Марата, думаю, что это за слово «нова» с его политэмигрантскими съездами. Таким он и будет в 2022-й. Без иллюзий. Марат Гельман в комментарии для YouTube-канала «Игрянул Грэм» тоже предположил, что поводом для включения в список мог стать фестиваль «Слово-нова», который он ежегодно проводит в Черногории. В целом, если говорить о том, с чем я занимаюсь, и предположить, что они действительно отслеживают и пытаются понять, то я делаю форум русской культуры «Слово-нова» в Европе. И у этого форума, безусловно, не совпадающие с официальной точкой зрения взгляды на русскую культуру. То есть русская культура – это часть европейской культуры, неотъемлемая часть русская литература, русское искусство. Даже русофилы – это такая европейская традиция. И никакого другого будущего у России, кроме как рано или поздно быть частью Европы, нет. И, ну, мы, вот более, это единственное политическое такое высказывание, что ли, позиция, которую мы защищаем, и, возможно, эта политическая позиция показалась опасной. Комментаторы вспомнили, что при этом в феврале 2020 года Марат Гельман передал в дар Третьяковской галереи более 70 работ современных художников. Владислав Иноземцев. Хочется поинтересоваться, а будет ли объявлена иностранным агентом Третьяковская галерея, получающая немаленькие подарки от иностранного агента Марата Гельмана? Ироничных комментариев, где новых агентов поздравляют с этим статусом, все еще много. Александр Осовцов. Судя по моей ленте, в России даже звание иностранного агента распределяют очень скупо и несправедливо. Многие достойные люди годами стоят в очереди и до сих пор не получили. Подозреваю, что скоро дойдет до взяток чиновникам за продвижение в очереди. О том, как новый статус повлияет на его жизнь, Виктор Шендерович говорил в комментариях у Москвы в утреннем эфире 31 декабря. — Чексируешь блеск эмоций, хотя чего вроде, да? Можно было даже удивляться, что так долго. Даже досадно было. Чем же я не заслужил быть в ряду таких прекрасных людей, которые составляют мне компанию с этим тавром? Ну, у меня вчерашний день начался-то с Пригожина и с иска уже уголовного на 5 лет, уже измеряемого не в миллионах рублей, а в годах жизни. И это гораздо более важное для меня событие. — Но это не иск, это уголовное дело. — Это уголовное дело, да, уголовное дело. И это, конечно, так сказать, гораздо более предметные перспективы, чем это дурацкое тавро. А ведь перспективы могли быть и иными. Иронизирует юрист фонда «Русь» сидящий Алексей Федяров. Кем был бы Виктор Шендерович, если бы в 90-х купил за ваучера чебоксарский тракторный завод и обанкротил его? Если бы рейдернул Камышинский текстильный комбинат? Если бы пустил по миру корпорацию Ил? Если бы заложил в европейских банках акции, доставшегося за гроши алюминиевого комбината? Освоил кредиты, а его акции выкупило бы государство из бюджетных средств? Если бы продавал нефть, газ и тайгу за рубеж? Если бы он имел гражданство Британии, оказался потомственным норвежским ашкеназом, владел собственностью в Лондоне и на Мальте, а жил в тысяче квадратов в молочном переулке? Правильно, он был бы патриотом. Возможно, даже сенатором и автором текстов песен Филиппа Киркорова. Но случилось иначе. Если с предыдущими агентами было хотя бы немного понятно, почему им присвоили этот статус, новогодний список вызвал много вопросов. Анна Качкаева. Теперь к правозащитникам и журналистам добавили галеристов, арт-киноменеджеров, акционистов, писателей. О том, почему выборка носит во многом случайный характер, говорит мой признанный иноагентом коллега, редактор соцсети «Радио Свободы» Иван Беляев в программе «Утренний разворот» на Эхе Москвы. Мы же понимаем, что это в сущности я бы даже не назвал законом. Если мы переходим как журналисты, работающие с текстом, работающие с истинным смыслом вещей, в сущности это даже не закон, потому что закон предполагает точность формулировок, однозначность действий, предсказуемость всего этого. А этот закон не предусматривает вообще ничего из этого. То есть по большому счету это просто инструмент психологического давления на людей. И то, что выбирает Миньюст не всегда самых очевидных, не всегда самых предсказуемых людей, не всегда самых известных людей вроде меня. Ну, господи, я простой человек, живу в провинции, работаю у себя дома. У меня есть какие-то вещи, масса вещей каких-то не связанных с работой, которые не имеют при этом у них отношения. Так вот мне кажется, что они выбирают по такому принципу именно для того, чтобы максимально широкому кругу людей было страшно. Чтобы они понимали, что они могут проснуться и попасть сюда в список, или скорее лечь спать и увезти в этом списке, потому что обычно добавляют вечером. Вообще то, как происходит пополнение списка, наводит на мысли о сугубо механическом подходе к делу, пишет редактор признанного иноагентом издания «За инсайдера» Олег Пшеничный. Звания иноагентов присуждаются примерно раз в неделю небольшими порциями. Я так себе представляю, что у них там создан отдел иноагентов, и если присвоят иноагентов сразу всем, кому хотелось бы, тогда отдел придется сократить. А куда людей девать? Работать они все равно не умеют и не хотят. Сейчас же им поляны хватит надолго. Они выдают порцию в неделю и говорят, вот, проделана большая документальная работа. Выявили и проанализировали 8 человек, а на следующей неделе опять. Пост в поддержку иностранных агентов опубликовал блогер Николай Подосокорский. Считаю своим долгом высказать слова поддержки всем, кто пострадал из включения в реестр Минюста. Не надо, пожалуйста, писать про знак качества и высшую форму признания. Внесение в список иноагентов – это чисто дискриминационная мера, которая очень сильно осложняет жизнь, серьезно препятствует нормальной работе, грозит большими штрафами и тюрьмой. Ничего хорошего в этом релоке нет и быть не может. Сейчас читаю Дюну Фрэнка Герберта. Там в самом начале пола трейда смысленно произносят замечательную формулу заклинания против страха из ритуала Бене Гессерит. «Я не боюсь, я не должен бояться, ибо страх убивает разум. Страх есть малая смерть, влекущая за собой полное уничтожение. Я встречу свой страх и приму его. Я позволю ему пройти надо мной и сквозь меня. И когда он пройдет через меня, я обращу свой внутренний взор на его путь. И там, где был страх, не останется ничего. Останюсь лишь я. Я сам». Давайте оставаться самими собой, несмотря на колоссальное давление со стороны тех, кто считает, что они приватизировали страну и присвоили себе патриотизм. Но правда все равно когда-нибудь восторжествует. Вообще перечисления, кто из цитируемых блогеров и СМИ признан иноагентом, начинают занимать все больше места. Так что, видимо, все последующие выпуски нашего подкаста нам придется предварять оптовым предупреждением, что все авторы, которых мы цитируем, либо уже объявлены, либо в ближайшее время могут быть объявлены иностранными агентами. С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитаты свободы», в котором я рассказываю вам, как в сети прокомментировали события последних дней. Вернемся через минуту. Оставайтесь с нами. Привет! Меня зовут Катя Филиппович, и я представляю вам подкаст о главных событиях на Северном Кавказе за неделю. В подкасте «Кавказ. Реалии» мы расскажем, чем живет и как меняется самый многонациональный регион России. Незаконные преследования, пытки и похищения, споры вокруг религии и истории. Я, будучи мусульмально, автоматически перекрестился. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах. С вами подкаст «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. Главной темой первой недели года стали протесты в Казахстане, которые начались 2 января в городе Жаназен из-за роста цен на сжиженный газ. Быстро переросли в протесты с требованием отставки правительства и распространились на всю территорию страны. 5 января правительство ушло в отставку, и казалось, что на этом все закончится. Но протестующие перешли к радикальным действиям, начали сжечь здание и полицейские машины. Многие комментаторы в этот момент поверили, что жители Казахстана смогут добиться того, чего не удалось, например, белорусам. К сравнению с Белоруссией прибегали многие, в том числе Михаил Ходорковский. Там, где белорусы снимают обувь, чтобы встать на лавочку, казахи берут арматуру и идут на штурм администрации. В зрелых авторитарных режимах власть понимает либо силу, либо реальную угрозу применения силы. Это печально, но это действительность. И наша власть находится в том же самом ряду авторитарных режимов, где она не меняется десятилетиями. Другие комментаторы отмечали, что брать пример с Казахстана соседние страны не могут просто в силу демографических различий. Михаил Пожарский. В действительности несложно понять, почему протест в Казахстане фундаментально отличается от протестов в России и Белоруссии. Достаточно зайти в Википедию и ознакомиться с демографическими характеристиками. Большинство населения Казахстана это люди в возрасте от 18 до 35. При этом в городах проживают лишь примерно 50% населения. В РФ и в Белоруссии возрастная пирамида смещена в сторону людей среднего возраста и пенсионеров, а степень урбанизации гораздо выше. Наличие большого количества сельских молодых мужчин это один из главных статистических предикторов для насильственных протестов. Проще говоря, в Казахстане крепкие деревенские парни в форме столкнулись с крепкими деревенскими парнями без формы, тогда как в РФ и в Белоруссии крепкие деревенские парни в форме гоняют по улицам зрелую городскую интеллигенцию. Причины протестов столь же отличаются. Казахские протесты не проукрали выборы и не против репрессий. Там на улице вышла та публика, которая не слишком волнует такие материи. Зато ей ударило по карману резкое повышение цен на газ. В общем, популярные призывы учиться у казахов, не располагая казахской демографии, ну, это примерно как изучать военное дело, при том, что у вас нет армии и никогда не будет. Насилие со стороны протестующих становится удобным способом маркировать происходящее терроризмом и вводить войска. При этом, если ваши войска не горят желанием стрелять сограждан, то можно позвать соседские. Вон о ДКБ. В первую очередь, Россия уже отправляет бравых десантников. Президент Казахстана Касым Жамар Такаев действительно быстро призвал на помощь страны организацию договора о коллективной безопасности. Читай Россию. Ссылаясь на то, что Казахстан громят террористические банды. Прокремлевские блоги охотно подхватили эту версию. Твиттер «Голос Мордора». Мирные протестующие смогли за одни сутки показать такой прекрасный Казахстан будущего, что от картинки офигели даже те, кто был против Такаева и Назарбаева. Особенно владельцы разграбленных магазинов и сожженных автомобилей. После того, как ОДКБ приняло решение об отправке войск в Казахстан, сравнение с Белоруссией уступили место сравнению с Венгрией 1956 года и Чехословакей 1968. А украинский журналист Тарас Березовец вспомнил Афганистан 1979. Напрашиваются очень сильные аналогии с событиями 1979 года. Началом советской оккупации республики Афганистан, когда мы помним. Тогда коммунистическое политбюро тоже предполагало, что это будет крайне короткий период оккупации с минимальными потерями. Все должно было закончиться малой кровью. В конечном итоге, в результате развязанного геноцида погибло около 2 миллионов гражданского афганского населения и 13 тысяч военнослужащих из советского контингента. Интересно, что в качестве человека, который взял на себя неблагодарную функцию легализовать эту оккупацию, выступил премьер-министр Армении Никола Пашинян. Именно его кинули под танки в данном случае. И это означает, что таким образом Никола Пашинян рассчитывается за поддержку России в конфликте с Азербайджаном. Договор о коллективной безопасности оказался чем-то вроде Варшавского договора советских времен. В том смысле, что вместо защиты от внешней угрозы в основном он используется для подавления протестов, пишут комментаторы. Максим Миронов. Теперь понятно, для чего создавалось ОДКБ. Когда Азербайджан и Турция напали на Армению, то ОДКБ не вмешивалось. Ведь это же не внешняя агрессия. Когда жители в Казахстане вышли на протест, то ОДКБ тут же отправило войска. ОДКБ — это карательные войска для сохранения власти диктаторов. Это первая боевая операция ОДКБ, отмечает на своем канале Максим Кац. Кстати, до сих пор ОДКБ, как военный союз, ни разу не участвовал в боевых операциях. Все когда-то случается впервые. В соцсети заполнились шуточными расшифровками аббревиатуры ОДКБ «Один дед — куча бед» или «Объединение дедов, крадущих будущее». Олег Козловский. Россия вводит войска в Казахстан для защиты дедократии. Многие комментаторы задались вопросом, уйдут ли российские войска из Казахстана, когда протесты будут подавлены, и опасаются, что главным врагом для казахов теперь могут стать русские. Илья Барабанов. Никто уже потом не будет разбираться, что миротворцев было всего около пяти тысяч, что прилетели они лишь к вечеру, что вступать в столкновение ни с кем не должны были, а их задача лишь охранять стратегические объекты. В народной памяти это останется, как Такаев обратился к Путину, тот отправил войска, а потом русские всех убили. Зачем все это могло быть нужно Такаеву, я понимаю. Единственный вопрос, который у меня остается, зачем Россия так стремительно подписалась под эту авантюру, и что она хотела с нее получить, ну, кроме того, что россиян теперь будут ненавидеть еще и казахи. Борис Межуев. Империя восстанавливается. Если президент призывает Россию, то есть УДКБ, о братской помощи, это означает, что Россия уже не уйдет. А зачем уходить, если никто в мире не протестует особенно, и страна, в общем, сама идет к нам в руки, а за ней открывается Азия? Неужели кто-то всерьез думает, что все завершится присоединением Северного Казахстана? Масло в огонь подлили и пропагандисты, в том числе, традиционно, Маргарита Симоньян. Конечно, надо помочь, обязательно надо помочь, но и некоторые условия надо поставить. Крым признать, кириллицу вернуть, русский язык второй государственный, как в Киргизии. Оставить в покое русские школы и не врать начальнику, что и так так. Выгнать антироссийские НКО. Внятная братская внутренняя политика, исключающая игры с нациками. Ибо неча. Яркий образ одушевленных имперских развалин предлагает слушателям Александр Невзоров на своем канале в передаче «Наповал». Как выяснилось, на самом деле нет никакой России. И никакого Казахстана тоже нет. Нет и Беларуси. Есть развалины СССР, есть люди погребенные под ними, а есть те, что уже как-то выбрались. Вот те, что выбрались, скорее бегут прочь, пока снова не завалило. Дело в том, что развалины очень активные. Все обрывается, трясется и падает до сих пор. Похоронить под собой кого угодно. Более того, им очень нравится. Очень нравится заваливать, плющить, давить, хрустеть черепами. Развалины вспоминают свою комсомольскую молодость. Они скучают по тем временам, когда в тупую нищету и в катастрофу было затолкано аж 300 миллионов человек. Поэтому сейчас мы должны отметить, что развалины СССР объявили сезон охоты на государства и страны. Либералы отмечают, что власть в Казахстане, Белоруссии и России отныне целиком и полностью держится на штыках. Никаких других источников легитимности у нее не осталось. Гарри Каспаров. На протяжении многих лет от западных политиков прагматиков мы слышали рассказы про стабильный Назарбаевский Казахстан. Впрочем, не будем забывать, что прославление просвещенной диктатуры Назарбаева зачастую имело под собой солидное материальное основание. Сегодня же, наблюдая за кадрами расстрела протестующих, мы в очередной раз видим подтверждение того факта, что по своей сути все диктатуры одинаковы. При возникновении угрозы потери власти диктаторы готовы истреблять своих сограждан всеми доступными средствами. Отдельной строкой должно идти напоминание либеральной российской общественности третий десяток лет с замиранием сердца ожидающей эволюции путинского режима. Каждый лишний год пребывания диктатора у власти приводит к значительному увеличению жертв при его свержении. В том, что протест был не организованным народным не сомневаются многие оппозиционеры, в том числе Владимир Милов. Шалкет, старик, уходи это ключевой лозунг этих протестов. Там даже не важно какой старик, потому что и Назарбаев, и Такаев, они уже давно не в пионерском возрасте. Здесь скорее люди говорят о том, что все, вот эти 30 лет для Казахстана были диктаторским тупиком. Нужно возвращаться на 30 лет назад и предпринимать попытку строить нормальное государство снова. И, конечно, важный момент, что мы видим такие протесты вот уже по всему путинскому евразийскому пространству. Это пресловутое евразийское экономическое сообщество. Мы видели три года назад протесты в Армении, два года назад мы видели протесты в Белоруссии. Все это время бунтовало и продолжает, на самом деле, быть недовольной Путиным Россия. Она еще вернется скоро на улицу. И вот теперь мы видим Казахстан. Таким образом, пока нам пропаганда рассказывает про вот эту ужасную, загнивающую Европу, где людей там загоняют в эти, значит, куар, цифровые концлагеря, все бунтуют и так далее. Реально мы видим, кто бунтует. Это как раз вот это вот диктаторское евразийское пространство. Людям не нравится такая система, когда у власти много лет сидят одни и те же мафиози, которые захватили все национальные ресурсы, и народу от этого ничего не достается, он никак не может повлиять на ситуацию. То, как развивается событие, заставляет делать мрачные прогнозы. Александр Морозов. Надо помнить, что событие это страшное. Это восстание не предвестник демократизации, не часть четвертой волны в теориях демократизации. Это событие скорее в ряду ожидания войны в Евразии, ожидания дальнейшего катастрофического обвала всего и войны всех против всех. И сейчас невозможно сказать, получает Кремль бонусы от этого или он катится вместе со всей ситуацией в Евразии дальше в ту же черную воронку, в которую Путин открыл дверцу аннексии Крыма. Протесты в Казахстане во многих местах переросли в беспорядки, в ходе которых пострадало и множество граждан, не участвовавших в происходящем. Такие неконтролируемые взрывы это неизбежная плата за авторитаризм, считает Евгения Альбац. Это совершенно невозможно предсказать. Между прочим, Red Sunset, это вот конец Советской империи, обвал коммунистических режимов по всей Восточной Европе, включая Советский Союз, не был никем предсказан. Потому что это невозможно предсказать, потому что для того, чтобы понимать, что происходит в стране, вам надо все время замерять температуру на земле. Способом замера температуры является публичная политика и выборы. Собственно, выборы с точки зрения элиты тем и важны, что они позволяют понять, о чем живут и душат люди на земле. Не только тем, что вот надо дожить без зарплаты или заработать сейчас на кусок хлеба, но у них есть свои интересы у людей на земле, у них есть свои пристрастия, у них есть свое представление о справедливости. Вот для этого и существуют выборы и публичная политика, чтобы все время можно было бы эту температуру на земле замерять. И как только она перегревается, тут же в дело вступают политики, которые стараются канализировать этот протест в кондициональное русло. То есть, что это такое катализировать, у вас партии в этом смысле выступают вот ровно как эти самые трубки, куда отводятся и пары, и интересы, и протесты и так далее. Это вот институализированная политика, которая позволяет не вываливаться протесту в виде вот не всегда хорошо пахнущей жижи на улице. 10 января стало в Казахстане днем общенационального траура по погибшим во время протестов и беспорядков. Президент Такаев назвал произошедшей попыткой госпереворота. Многие комментаторы считают, что под прикрытием протестов Такаев смог избавиться от клана Назарбаева и сосредоточить власть в своих руках. Михаил Делягин. Происходящее в Казахстане пока представляется хорошо задуманной окружением Такаева спецоперацией по зачистке Назарбаевских и выкидывание того из реальной власти при помощи стимуляции народных протестов. Марат Березов. Читаю разнообразную аналитику по Казахстану и прихожу к простому выводу. Такаев это медведев, который смог. После того, что произошло в Казахстане, россияне и белорусы уверены, что никакого транзита власти в их странах теперь не будет. О призрачности гарантий в таких ситуациях говорит на своем канале журналист Майкл Наки. Чем вообще интересен Казахстан с точки зрения сменяемости власти? Дело в том, что Назарбаев, который долгое время был президентом Казахстана, он не так давно президентом быть перестал, отдав формальную власть Такаеву. Но при этом Назарбаев оставался ключевым элементом многих политических процессов. Повсюду сидели его люди, а сам Назарбаев оставался главой Совета национальной безопасности, причем пожизненно. Здесь отдельная уморительная деталь, что все эти, знаете, истории про пожизненные гарантии, они действуют лишь до тех пор, пока у тебя остается власть. Помните, недавно Путин с Медведевым принимали закон, что президенты, они вот навсегда неподсудны становятся, и что их нельзя навсегда, оно действует ровно до тех пор, пока эти люди остаются у власти. Стоит им власть хоть на секундочку потерять, и все эти навсегда, и все эти пожизненно превращаются в пепел и не стоят даже той бумаги, на которой они написаны. Казахстан послужит для России очередным полезным примером, пишет Константин Калачев. Что в мире СНГ не делается, все для России к лучшему. Посмотрели вот, как транзит работает у соседей, сделали выводы позитивные. У нас, если не дай бог, что-то с Путиным случится, такого не будет. Пусть даже нам ничего поначалу тоже не сообщат. Или сообщат, но про крепкое рукопожатие и разговор с Лукашенко. Во-первых, в правительстве адекватные люди не будут народ провоцировать. Во-вторых, родственники Путина ни своих ЧВК не создали, ни за власть не борются. Окружение? Эти да. Но они могут друг друга ненавидеть, при этом предпочтут широкие народные массы на баррикады не звать, как бы чего не вышло. Да и к Китаю за ограниченным военным контингентом даже самые большие чайнофилы не обратятся. В общем, все у нас хорошо. И президент нас жив и здоров. Что бы ни говорил про это мой хороший знакомый профессор Соловей. Есть проблемы, есть несмертельные. Даже если один глаз нечаянно потеряем, так у соседей целая корова сдохла. Не то, чтобы российским властям были нужны такие примеры, отмечает наехи Москвы политолог Екатерина Шульман. Они не нуждались даже в таком примере. Любой пример для них говорит только об этом, что нельзя никаких транзитов организовывать. Нужно только самому вцепиться, так сказать, как по Гоголю, в место, пока оно не затрещет и не прогнется под тобой, но с него не слезать. Это, знаете, как человек, который имеет склонность выпить. Для него любое изменение погоды, собственного состояния, любая новость и помог выпить. Это действительно добавит, что называется, аргументов той партии, если вообще есть какая-то другая партия, которая говорит, что нельзя совершать ни одного движения, любое движение это путь к краху. Еще более образно описывает будущее Илья Вайтсман. Знаете, что я вам скажу? Путин из Кремля живым не уйдет. Зубами в мраморную столешницу вцепятся, клыки в мрамор на сантиметр войдут, но сам не уйдет и за ноги вытащить себя из кабинета живым не даст. Посмотревши на то, как Такаев воспользовался моментом и с помощью самого Путина прокинул через колено вроде бы как обеспечившего свои тылы Назарбаева, сам Путин в отца нации не уйдет, Тем более, что Назарбаев то и в Швейцарии сто лет безбедно проживет на оставшуюся в кармане мелочишку. А Путину куда? В Гаагу никак не хочется, в Киев тем более. И что остается? В Китай, чтобы его ободрали как румынские пограничники Остапа Бендера? Тоже так себе идея. Так что будет сидеть и лежать на аппаратах до упора, до гроба. Более того, после случившегося в Казахстане я вполне допускаю и серьезную чистку среди желающих преемники, чтобы лишнего себе не думали и напрасным мечтаниям не предавались. Владимир Путин на онлайн-саммите ОДКБ заявил об использовании в Казахстане майданных технологий и о попытке реализовать сценарии цветных революций. О том, что протесты в Казахстане организованы внешними силами, практически с самого их начала говорят и сами казахские власти, но по-прежнему отказываются уточнять, что это за силы и откуда они в стране взялись. Слова президента России прокомментировала в Твиттере пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш. Путин заявил, что Россия не позволит раскачивать ситуацию у себя дома. Учитывая масштаб коррупции, рост цен, бедность населения и политическое преследование всех, кто говорит об этом, Путин отлично справляется с раскачкой самостоятельно. А пока Россия наводит в Казахстане порядок, президент Туркменистана распорядился погасить пылающий газовый кратер под названием Врата Ада. Совпадение? Не думаем. С вами были цитаты Свободы и Аля Пономарева. Каждый понедельник и четверг я подвожу для вас итоги самых важных сетевых обсуждений последних дней. Слушайте нас на сайте Свободы или в Ютьюбе. Подписывайтесь в ваших любимых подкаст-приложениях и не забывайте писать нам комментарии и рекомендовать нас друзьям. До скорой встречи! Субтитры подогнал «Симон»